Утром 31 июля в Шебекино горит многоэтажка. Огонь распространился по всей крыше дома. Информации о пострадавших нет. По данным Минобороны РФ, ПВО якобы уничтожило 11 БПЛА на Белгородской областью. В мае этого года после воздушной тревоги и работы российского ПВО в Белгороде полностью обвалился подъезд здания с 1 по 10 этаж. Под завалами тогда оказались люди. Погибло 17 человек. В Минобороны РФ заявили, что дом обрушился из-за российского ПВО, которое сбило ракету. А в ночь на 31 июля российские оккупационные войска совершили одну из самых массированных атак на Украину ударного БПЛА. Целью захватчиков стал Киев. В городской военной администрации отметили, что на столицу противник отправил десятки дронов. Воздушная тревога продолжалась более семи часов. Вражеские дроны заходили на Киев волнами и практически со всех возможных направлений. По данным Киевской городской военной администрации, предварительно известно, что над Киевом и областью было уничтожено более 40 беспилотников. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Челябинец словил щуку прямо на тротуаре. Город продолжает затапливать после того, как там несколько дней назад прорвало дамбу Киолимского водохранилища. Вода почти по первый этаж. То есть, ну, очень глубоко. В болотниках уже тяжело ходить. Вода продолжает сносить все на своем пути. Вот этот наш многострадальный мостик, его бедовагу изогнуло. Река стала полноводной. Бежит, берегов не видно. Я думаю, что вон те дома-то там тоже, наверное, погреба у них уже утонули. Жители затопленных домов Коркина записали видеообращение, в котором рассказывают, что вода до сих пор прибывает и они остались без жилья. Воды там уже у некоторых по пояс, в некоторых районах там уже чуть ли не по грудь воды. Люди жалуются, что власти бездействуют. До сих пор вода поступает и поступает. Администрация никаких действий не предпринимает. Люди все в отчаянии, не знают уже, куда обратиться. По словам местных жителей, и с помощью от местных властей только слова терпите. Информации ноль дней. Постояли, поболтали, уехали дальше. Терпите, говорит, ребята, терпите. Еще дня три-четыре. А куда нам еще теперь? Думаю, так затопленные. Режим ЧС сейчас действует в восьми муниципалитетах Челябинской области. Еще в десяти введен режим повышенной готовности. Прогноз погоды. Продолжаются дожди. Это означает, что нам нужно гидротехническими сооружениями за ними следить очень внимательно, имея в виду, что риск того, что вода будет продолжать пребывать, он достаточно высокий. В российской Казани второй день подряд сильный ливень и гроза. Улицы и бордюры города затоплены, тонут машины. На некоторых участках возможно передвигаться только на лодке. С каждым часом в Казани появляются новые водопады. Днем ранее там был еще и град размером с крупную вишню. Улицы Казани были покрыты толщей льда. Смерч разбросал самолеты в аэропорту Нижнекамска в Татарстане. Самолеты... Ёжки-то, скрыли! Ужас! 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 Российские СМИ пишут, что во время смерча повреждены четыре учебно-тренировочные самолета «Даймонд». Кроме того, двое работников аэропорта получили ушибы. Сильный ветер снес обшивку здания аэропорта, а самолеты, разбросанные смерчем, принадлежат авиационному институту и используются для учебных полетов. Убытки от последствий непогоды еще предстоит посчитать, написал телеграм-канал «База». В то же время, по информации телеграм-канала «Рядовка», смерч нанес ущерб аэропорту минимум на 292 миллиона рублей. Рыночная стоимость одного австрийского борта «Даймонд» Д-42 составляет 73 миллиона рублей. Кроме учебных самолетов, пострадали вертолеты и административные здания. В КАМАЗе заявили, что на работу аэропорта смерч никак не повлиял. Порт работает в таком же режиме, отметили в сообщении. В Казани тоже полная жесть из-за непогоды. Сильный ливень затопил город. На видео буквально кадры из фильма «Катастрофы». Подобные катаклизмы уже норма для России. Напомним, в июне Москву также накрыл гнев природы. На город обрушился ураган. Сильный ветер срывал рекламные щиты и фрагменты кровли. Валил деревья. Погибли как минимум два человека. Не менее десяти, по предварительным данным, получили травмы. В Москве был объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Закрыты парки и летние веранды. Жителей просили не выходить без необходимости из дома. Жители многоэтажки в центре Москвы протестуют против открытия общежития для мигрантов в их доме. Об этом пишет телеграм-канал «Шот». Об открытии общежития на первом этаже здания жильцы дома на Малой Калитниковской улице 7 в Таганском районе узнали через рекламу на автомобиле у подъезда. Ранее здесь находилось отделение банка. Целый год коммерческое помещение пустовало. Недавно там начался ремонт. Сам факт того, что сутки в хостеле будут стоить 280 рублей, уже говорится в частности, кто там будет, какой это будет контингент. По подсчетам жильцов, на такой площади могут разместиться до 1200 человек. Стройка на Малой Калитниковской улице ведется уже несколько месяцев. В ночлежке сделают мужскую и женскую зоны, а жить люди будут по 4 человека в комнате. Помогите! Помогите нам! Это количество всяких беспорядков увеличится в раз в два. По словам местных, там можно будет оформить регистрацию, примерный ценник – 16 тысяч рублей. Открыться хостел должен уже на этой неделе. В попытке достучаться до владельцев бизнеса москвичи даже ходили на стройку. Здесь нигде не живем. С утра работаем, в 8 часов работаем, в 6 часов уходим. Давайте, 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 будьте добры. Как утверждают жители Таганского района, они обратились с заявлениями в полицию, прокуратуру, жилищную инспекцию. Планируют подать коллективный иск в суд. Но пока ни одного ответа от государственных органов будущие соседи такой гостиницы так и не получили. Максим Галкин продолжает удивлять публику в Юрмале. На этот раз российский юморист, приехавший на фестиваль «Лаймы Вайкули» рандеву вместе со своей женой Аллой Пугачевой, подколол бывшего супруга Примадонны Филиппа Киркорова. Так Галкин на огромную аудиторию сказал, что Пугачева знает только несколько слов на латышском языке. Это у него осталось от предыдущего… нет, не предыдущего, а от предыдущего перья остались. Публика позитивно отреагировала на его шутку и буквально взорвалась от смеха. Ранее на фестивале в Юрмале Галкин также сорвал овации, спев украинскую песню «Смирека». Это уже не первый раз, когда он таким образом выражает поддержку Украине, которая борется с российской агрессией. Ранее, после удара российской ракеты по детской больнице, он назвал атаки россиян бесконечным адом. Также Максим Галкин на украинском языке отреагировал на гибель детей в Одессе в результате атаки российских оккупантов в ночь на 2 марта. Несмотря на активную проукраинскую позицию Максима Галкина и его супругу Аллу Пугачеву, Министерство юстиции РФ не посмело объявлять иноагента. Такой ответ на свой запрос получил депутат Госдумы Алексей Журавлев. «Отметим, что слухи о возможности такого кардинального решения в отношении Пугачевой ходят давно. Но пока власти пытаются окончательно не портить отношения с Аллой Борисовной, пишет телеграм-канал «Кремлевская табакерка» со ссылкой на собеседника в Кремле. По его словам, есть надежда, что она вернется в Россию. Ее возвращение должно стать важным сигналом не только для россиян, но и для многих за рубежом, считает издание. Впрочем, сама Алла Борисовна возвращаться домой пока не спешит, хотя и может себе позволить. По последним данным, она планирует приехать в Россию в конце этого или начале следующего года. Но многое будет зависеть от обстоятельств. Лидер палестинской группировки Измейл Хания был убит своей резиденцией в Тегеране. Об этом сообщает иранское агентство Мэхр. Вместе с Ханией погиб один из его охранников. Сейчас продолжается дальнейшее расследование инцидента. Измейл Хания – это палестинский политик, один из лидеров движения «Хамас». С 2006 по 2014 года был премьер-министром палестинского государства. Вскоре после начала жесткой атаки группировки, которую он возглавлял на Израиль 7 октября, в интернете появилось видео, на котором Измейл Хания в своем элегантном офисе наблюдает за кровавым преступлением по каналу Аль-Джезира. И вместе с другими представителями группировки выражают благодарность за убийство более 1300 израильтян, среди которых не менее тысячи мирных жителей. Многие палестинцы упрекали Хании в том, что он ведет комфортную жизнь вдали от трудностей газы в богатой нефтью монархии Персидского залива. Тем временем в армии обороны Израиля утверждают, что был убит высокопоставленный командир Хезболы после удара по Беруту Фуат Шукар. В Хезболе признали, что Шукар действительно находился в разрушенном здании, однако они уточнили его судьбу. Его считают организатором взрыва в 1983 году казар морской пехоты США в Беруте, в результате которого погиб 241 американский военнослужащий. За информацией о нем предлагалось вознаграждение в размере 5 миллионов долларов. Субтитры создавал DimaTorzok